с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 19 февраля всемирный день защиты морских молекопитающих или проще день кита дата приурочена к вступлению в силу в 1986 году моратория на китовый промысел который был введен международной китовой комиссии китовы вообще всех морских молекопитающих на нашей планете сохранилось всего 119 видов и конечно же они нуждаются в нашей охране также сегодня день орнитолога в 1983 году именно 19 февраля было организовано всесоюзное орнитологическое общество при академии наук ссср на сегодняшний день в россии зарегистрировано 790 видов птиц эта информация специально для тех кто не сразу понял а кто же такие орнитологи они как раз занимаются птицами а появившихся на свет 19 февраля год 1872 день рождения александра калантай революционерки советского государственного деятеля и первой в мире женщины-посла работала в швеции но везде всегда оставалась сильной дамы надо чтобы на лицо был большой запас чувств и иллюзий чтобы при накоплении уколов и обид продолжать любить так говорила калантай год 1945 день рождения и юрия антонова российского и советского исполнителей композитора народный артист россии автор целого ряда советских мега хитов в новое время антонов не пишет песен или по крайней мере нам об этом не чего не известно но с удовольствием перезаписывать старые альбомы награжден орденом за заслуги перед отечеством четвертой степени орденом почета и орденом франциско скарины год 1979 рождается витас российский певец и композитор так зовут певца по-литовски на самом деле он виталий владасович грачев родился он городе до госпилсе мало кто знает что настоящий фурор он произвел в китае после концерта в пекине шанхае его окрестили там космическим соловьем китайцы испытывали настоящую эйфорию настолько голос соответствовал оперным традициям поднебесной а теперь некоторые события 19 февраля год 1793 издается указ екатерины второй он запрещает ввоз в россию ведомостей журналов и других сочинений из франции императрица не на шутку испугалась вольности тамошней революции хотя до этого с удовольствием переписывалась со многими теми кто в общем то в этой революции принимал активное духовное участие год 1921 выходит первый номер газеты труд там печатаются известные писатели и поэты маяковский рубцов нагибин и евтушенко до начала 90-х годов являлась эта газета печатным органом в цспс то есть органам профсоюзов год 1938 заканчивать свою работу первой мире дрейфующая научная станция северный полюс 1 на которой с 21 марта 1937 зимовали папанин федоров шершов и кренкель год 1982 первый полет пассажирского авиалайнера boeing 757 считается одним из наиболее удачных коммерческих проектов компании производился он с 1982 по 2004 год и до сих пор используется многими авиакомпаниями включая перевозчиков страны снг после завершения производства выяснилось что всего выпущено 1050 экземпляров год 1986 советском союзе запускают в космос орбитальную станцию мир она стала одним из самых дорогих проектов в истории советской космонавтики не только проработала дольше чем планировалось но и даже что называется смогла пережить советский союз мир должна была стать продолжением станции салют 7 предполагалось что к базовому блоку будут пристыкованы новые научные модули которые будут выполнять самостоятельные функции ну а космонавты получили возможность не только работать космосе но и жить хоть и с небольшим комфортом год 1991 выступление по телевидению борис николаевич ельцин предлагает президенту ссср уйти в отставку обвиняя его в попустительстве диктатуре и развале экономики 1994 год американец марк кенни пробегает на руках 50 метров за 16 и 93 сотых секунды это считается мировым рекордом 2000 год на великой китайской стене 3200 человек сооружают самого большого китайского танцующего дракона его длина составит 3048 метров ну и последнее 1473 год николай коперник польский астроном создатель гелиоцентрической системы мира философ врач рождается в этот день помимо того что он польский астроном эпохи возрождения как написано в энциклопедиях математик богослов медик он прежде всего ученый который смог опровергнуть выдвинутую еще древними греками теорию согласно которой планеты и солнце вращаются вокруг земли то есть мы в центре он мог создать и обосновать новую гелиоцентрическую теорию мироустройства учение коперника нанесло решающий удар по представлениям католической церкви о вселенной и месте человека в ней декретом инквизиции труд коперника был внесен в индекс запрещенных книг в котором он оставался более 200 лет но как известно все тайна рано или поздно становится явным с вами был николай пивненко в проекте дата